Всем салют! Немцы из провинциального городка Хайльброн выпустили наушники Bayer Dynamic Lagoon ANC. Это полноразмерная модель с активной системой шумоподавления. Получается это вызов популярным наушникам от Sony и Bose. Каковы шансы примкнуть к нашумевшим моделям в своем сегменте, смотрите обзор и делайте выводы. Корпус Lagoon из матового с легким перламутром пластика. Поворотные чаши вращаются во всех плоскостях, регулировка по высоте. Все это позволяет удобно усадить их на голову любого размера, учитывая индивидуальные особенности. Для большего удобства амбушюры расположены под углом. Они мягкие, с пенным материалом и эффектом памяти формы уха. В глаза сразу бросается LED-индикация внутри наушников, мигающая разными цветами словно пытается нам что-то сказать. Скажу сразу, это не светомузыка. Красный цвет указывает на правый наушник, синий цвет на левый. А вот общий список как понимать язык индикации я запомнить так и не смог. Разные цвета, оттенки и характер мигания показывает. Режим сопряжения, успешные соединения, режим ожидания, аккумулятор почти разряжен, беспроводное сопряжение активно, идет вызов, соединение потеряно, выполняется обновление прошивки, параллельно прослушиванию музыки возникают голосовые подсказки женским голосом, например, battery low. В первую очередь это, конечно, беспроводные наушники, но в комплекте идет аудиокабель, который слушает как бы докаткой, ну на случай, если вам все-таки удалось посадить батарею. Активная система подавления шумов работает в трех режимах. ANC выключено, уровень 1 и уровень 2. Первый уровень рассчитан на прослушивание музыки в домашней или офисной обстановке, отсекая потусторонние моменты. Работу кондиционера, телевизора в соседней комнате, звуки детской площадки за окном. Второй уровень справляется даже на самой шумной улице мегаполиса. Легко сгладит шум самолета при длительном перелете. Причем в этот момент не обязательно включать музыку, можно просто спать. Лагуны поставляются с твердым защитным кейсом для транспортировки. Это полноразмерная модель, но со складной конструкцией. Формфактор намекает, в путешествиях в сумке они много места не займут даже без кейса. Возможность выворачивать чаши в горизонтальной плоскости позволяет носить их на шее. Батарея 1100 мАч. Производитель заявил 24 часа музыки, слушая шумоподавлением, и до 48 часов выключив подавление шумов. На деле бояра показали примерно такой результат, но с отклонением в районе 2,5 часов. Результат впечатляет. Для полной зарядки батареи требуется 3 часа времени. Все потому, что подключение происходит через кабель и разъем USB Type-C. Бегунки управления и разъемы вынесены на правую чашу наушников. Первое время я промахивался между переключателем шумодава и включением Bluetooth. Постепенно привык. На плоскости правой чашки заключается сенсорное управление музыкой. Свайп вправо-влево – переключение треков. Вверх-вниз – регулировка громкости. А если наушники снять и просто положить на стол, включается пауза. При этом появился побочный эффект. Просто наклоняясь завязать шнурки, музыка тоже перестает играть. Поднимаешь голову – музыка играет снова. Наушники встроена гарнитура. В беспроводном режиме поддерживаются голосовые помощники Google Assistant и Siri. Наушники поддерживают соединения по NFC. Беспроводное соединение построено на Bluetooth-модуле версии 4.2. В 2019 году, скажете вы, капут, немцы сошли с ума. За этим скрывается поддержка череды обновленных кодеков – A5X Low Latency, A5X и AAC. Также в наушники вшита система звуковой персонализации Mosaic. Для начала стоит установить смартфон-приложение, разработанное инженерами Beyerdynamic. Шаг за шагом наушники будут адаптировать звучание под личные предпочтения слушателя и особенности слуха владельца. Звук у Лагуны показался более музыкальным, чем у конкурентов. С каждым треком в переходе на Bose 35 было отчетливо слышно, что они играют более узко и особенно смазано в глубину. Каждый инструмент был менее разборчив, чем у Лагуны. Слышно, что технологии не стоят на месте и производитель не дерет деньги за имя, а действительно провел хорошую работу. Да, Bose 35 максимально комфортный, для ушей достаточно глубины в чашах, но звук. У Лагуны вокал более отделен от всех инструментов, в разы объемнее, шире и самое главное – без искусственного пластикового призвука. Может, наличие A5X дает о себе знать, но у новых наушников от Beyerdynamic звук и так на отличном уровне, даже не включая профиль, который подстраивает звук под особенности вашего слуха в фирменном приложении. У 700-х Bose звук так же, как и у 35-х, немного как из ведра. Не такой искусственный, как у 35-х, но смазанности каша сохранилась. Более узкая сцена при сравнении с Лагуной. И у 700-х меньше драйва и в целом низких частот, нежели у 35-х и чем у Лагуны. 700-е лучше подойдут для прослушивания инструменталки и чего-то легкого в плане жанров. Даже 35-е более объемно звучат, чем 700-е, хоть и с большим количеством цифрового шума и грязи. У 35-х Bose вокал чуть придавлен и зажат. У Лагуны он более преподнесен выше над инструментами, будто вокалист на пьедестале. По количеству пространства для ушей у Лагуны они очень схожи с Sony 1000XM3. Но разборчивость и точность инструментов у Лагуны все равно выше, чем у Sony, даже на тяжелых жанрах музыки. Фирменное приложение. У него есть одна особенность. Это не просто калибровка звука наушников под стандарты, а действительно под ваш слух. Для этого рекомендую начать калибровку утром, когда ваш слух отдохнувший и не забит фоновым шумом города. В первую очередь выбирайте ваш рост, после чего приложение предлагает провести анализ. Нажав «Далее», вам покажет, какие частоты будут использоваться для анализа. После чего вы нажимаете на кнопку и держите ее до тех пор, пока слышите звук. Как только звук пропадает, отпускаете. Потом снова начинаете слышать какие-то звуки и нажимаете на экран телефона. В среднем проходит около трех минут на анализ левого уха и потом правого. После чего настройки сохраняются и можно пользоваться функцией по улучшению звука. Как я понял, приложение якобы эквалайзером приподнимает частоты, которые ваш слух плохо воспринял во время калибровки. Это для достижения максимальной целостной картины при прослушивании музыки. Решение очень интересное, так как это не просто эквалайзер, которым накручивает якобы вкусные частоты, а получаем действительно полноценный и целостный звук. Также в приложении можно обновить встроенное ПО, есть раздел с инструкцией по жестам, управлению наушниками. Конечно же, можно и отключить улучшайзер звука и слушать как есть, или ползунком подрегулировать его силу. Даже не используя приложение, наушники звучат действительно на новом уровне, как для беспроводных наушников. В наушниках Bairdynamic Lagoon ANC, включив шумоподавление, можно убежать от городской суеты и полностью погрузиться в вибрации любимых хитов. А можно просто абстрагироваться от бытовых моментов и почитать электронную книгу дома или в транспорте, не отвлекаясь на внешние раздражители. Послушать, сделать выводы и купить их вы можете в наших аудиосалонах SoundMac в Киеве, Днепре и Одессе. Скажу сразу, это не светомузыка. Красный общий список, как понимать язык индикации, я заполнить, запомнить. Снимаете и кладете наушники на стол. Ап, 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 ап.